Ташкентский городской совет фермерских, дихканских хозяйств и владельцев приусадебных земель изучил деятельность фермерских хозяйств Кибрайского района столичной области, занимающихся выращиванием лекарственных растений. На сегодняшний день в стране в этом процессе, а также переработка лекарственных растений задействовано более 200 предпринимателей. В фармацевтике широко распространено производство лекарственных растений и различных средств из них. К примеру, в стране намечено организовать выращивание и переработку безвредных лекарственных растений и их дальнейшее использование в лечении. Специалисты Ташкентского городского совета фермерских, дихканских хозяйств и владельцев приусадебных земель ознакомились с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Сербофарм» в Кибрайском районе, которое развернуло плантацию по выращиванию лекарственных растений. Согласно решению районной администрации, было выделено 8 гектаров земли. Этому хозяйству была оказана помощь для проведения необходимых агротехнических работ. Здесь посажены 52 вида лекарственных растений. Вырешенная продукция проходит процесс сушки, а также перерабатывается в цеху, которая также была организована этим хозяйством. Далее продукция упаковывается и поставляется на внутренний рынок страны. Многим хорошо известно растение алтей, но не все знают о том, что его цветок, стебель и даже корни имеют лечебные свойства при многих заболеваниях. К тому же выращивание этой агрокультуры является неплохим источником дохода. В ходе беседы речь шла также о культивируемых видах растений, привезенных с гор, об уходе за ними и переработке лекарственных плодов.